Фотомодель и актриса из Германии Диана Крюгер, блеснувшая красотой в сорока с лишним фильмах, в том числе, трое, сегодня отмечает юбилей, 45 лет. Она занималась балетом 11 лет, была моделью, а теперь больше известна по своим ролям в кино. Сейчас она еще и мама двухлетней дочери, которую родила в 42 года. Давайте узнаем о жизни нордической красотки подробнее. 1. Родилась Диана Хайт Крюгер 15 июля 1976 года в федеральной зеле Нижняя Саксония в обычной, нетворческой семье. Есть младший брат Штефан. Когда Диане было 13 лет, родители развелись, так как мама устала терпеть пьянство мужа. Чтобы помочь матери, Диана начала подрабатывать в пиццерии разносчиком почты. 2. Девочка с юных лет мечтала стать известной балериной и занималась в балетной школе, но ее мечтам не суждено было сбыться из-за травмы колена. 3. Повзрослев, девушка занялась модельной карьерой. После победы в конкурсе «Внешность года», Диана подписала контракт с агентством «Элит». Крюгер часто стала появляться на обложках журналов и сниматься в рекламных роликах известных брендов. 4. В то же время Диана начала искать новые пути заработка, понимая, что век модели недолго. На кастинге к фильму «Пятый элемент» Люк Бессон ее отметил и посоветовал непременно заниматься актерской профессией – ехать в Париж, подтягивать французский и сократить фамилию с Хайт-Крюгер на Крюгер. Диана так и сделала и поехала обучаться актерскому мастерству на курсы в Париж. 5. Первой ролью в кино стал роль в картине «Завтрашний рассвет» 2001 года, а через год девушка получила главную роль в фильме «Как скажешь». Свою звездную роль Елены Прекрасной в «Трое» актриса сыграла в 2004 году. Для этой работы ей пришлось набрать 7 килограммов по просьбе режиссера. И потом их сбросить. Зато фильм имел успех и молодую актрису назвали «Открытием Голливуда». 6. Уже через год актриса попробовала себя и в роли продюсера в фильме «Фрэнки», где она снималась с настоящими пациентами психбольницы. Также успешными стали фильмы с ее участием «Сокровища нации», «Книга тайн», «Бесславные ублюдки», «Господин Никто», «Отряд особого назначения», «Замуж за два дня». 7. Актрисе хорошо даются иностранные языки. Помимо родного немецкого, владеет французским, английским, латынью. Для роли в фильме «Тигровые отряды», Диана учила и русский язык. 8. Диана вышла замуж за французского актера Гийома Канни в 2001 году, но спустя пять лет брак завершился из-за очень частых разъездов обоих. Хотя разъезды не помешали потом прожить вместе 10 лет с актером Джошуа Джексоном. Но и эти отношения ничем хорошим не закончились. И хотя Джошуа неоднократно делал актрисе предложение, Диана поняла, что он не мужчина ее жизни и ушла к новому возлюбленному. 9. Сейчас Крюгер уже пять лет в отношениях с актером Норманом Ридусом. Пара не оформила официальное отношение, но родили дочь, два года сейчас. Познакомились в 2014 году на съемках фильма «Небо», где сыграли любовников. А потом перенесли актерскую игру и в жизнь. 10. Чтобы поддерживать себя в форме и сохранять модельную фигуру, актриса занимается спортом, бегает и катается на велосипеде. На руку ей идет и нелюбовь к фастфуду и жирной пище. Что касается молодости лица, то актриса – фанат косметических средств, в том числе и уходовых. Из сделанных пластических операций заметна только грудь, которую актриса демонстрирует уже в фильме, «Трое», на более ранних фото грудь была значительно меньше. С юбилеем, Диана!